Курайшиты в Мекке предупреждали тех, кто приходит в город. Среди нас есть тот, кто откололся от нас. Ни в коем случае его не слушай. Он околдовывает своим голосом. Кто его послушает, навсегда примкнет к нему. И вот Туфейль ибн Амар от Дауси, вождь племени Даус. Кстати, Абу Хурейры был из этого племени. Приехал в Мекку. Ну, местные к нему, дескать, не слушай его, а колдует. Он поддался. Шерсть в уши затолкал, беруши такие сделал. Ну, чтоб не слышать слова пророка, а то мало ли, я увидел пророка, который поминал Аллаха. Когда он пророка увидел, его сердце потянулось к нему. Он спрашивает у людей, кто это? Ему говорят, ну вот тот, от которого мы тебя предостерегали. Тот самый. И Туфейль рассказывает. Мое сердце подсказало мне. Человек с таким прекрасным лицом не может быть колдуном. И я подумал, ну я же вменяемый человек. Я вождь племени. Я решаю вопросы между людьми. Неужели я не смогу совладать с собой, если кто-то попытается меня околдовать? Не может такого быть. Я должен послушать его. Если он на истине, я приму его слова. Беруши вытащил. Подошел к пророку, мир ему и благословение Аллаха. Говорит, о Мухаммад, что ты проповедуешь? И посланник Аллаха ответил ему, переводить с арабского не буду. Думаю, вы поймете язык Корана. Там будет очень много знакомых слов, которые часто встречаются в Коране. «Поистине, хвала Аллаху, которого мы восхваляем, которого просим о помощи и прощении, в которого мы верим и на которого уповаем. И мы прибегаем к защите Аллаха от зла наших душ. Кого Аллах поведет прямым путем, никто не введет его в заблуждение. А кого он введет в заблуждение, никто его не наставит на прямой путь». Туфайли впечатлили эти слова. И он, хвала Аллаху, принял ислам. Субтитры создавал DimaTorzok